Дорогие друзья, добрый день! Приветствуем вас на пятом дне первой русскоязычной онлайн эмбодимент конференции. И сегодня мы начинаем наш день с сессии в рамках трека «Лидерские практики» и ведущей этой сессии Филипп Гузинюк. Я скажу сейчас пару слов для тех, кто не знаком с Филиппом, хотя мне сложно такое представить, честно говоря. Итак, Филипп Гузинюк, бизнес-тренер, коуч первых лиц и команд первых лиц, партнер Института коучинга Санкт-Петербурга, автор проекта «Счастье в деятельности», приглашенный эксперт бизнес-школы Сколково и архитектор форума «Атланты-Сити». Филипп, я передаю вам слово, и, если что, я на подходе. Санкт-Петербурга, спасибо. Коллеги, рад всех приветствовать. Я, наверное, скажу пару слов про себя, с каких позиций, про тему смыслы будем общаться здесь. Скажу меню, про что будем говорить сегодня. Ну, как-то моя идея на эту тему, по крайней мере, какая сейчас в моменте. И потом уже пойдем в процесс. Ладно, нормально будет, комфортно. Смотрите, как это? Последние 12 лет тихонько подчиняю примус. То есть работаю с очень умными людьми, на которых лежит огромное количество ответственности, в очень сложных ситуациях. То есть вариант, когда хорошему человеку плохо, когда там новая стратегия, новый выход из локальной компании в федеральную, когда вот человек говорит, слушай, Филипп, задача в личность не помещается. Вот эти ситуации. Когда как бы вот на разрыв, и прям тяжело, и вот ты не понимаешь, что тебе нужно. Сейчас ногу отрезать, вот прямая клиентская речь, да, чтобы вопрос об эмбодименте, да, чтобы задачу сделать, или тебе нужно печень выплюнуть как бы сейчас, да, чтобы все это вот справиться с этим. Очень много таких запросов, да. Очень много запросов про то, как бы, ну, а что дальше? Вот как бы все это есть. Вот я как бы на вершине этой горы корпоративной сижу, как бы, а куда? А вот, да, вот, а выжженная земля? Не понятно, что дальше. То есть очень много запросов на то, откуда вообще черпать энергию, силы, интерес, жизнь вообще, да, чтобы двигаться дальше. Вот эта история. Вот, я очень телесная обезьяна. Я не очень, как моя жена Варвара говорит, Филипп, если мы сделаем подстрочный, значит, анализ твоего выступления, мы, говорит, там больших открытий не сделаем. Я не очень такой художник слова, а больше как-то вот я так с людьми, ну, больше интерактивно и телесно общаюсь. Вот, я хочу рассказать сегодня пару историй про то, ну, что такое смысл, вот, да, для меня, которые, мне кажется, важными для работы с этим контекстом. И сделать про это пару упражнений, то есть как бы пару практик, которые могут прямо вот быть полезны здесь и сейчас, или если вы работаете с клиентами как коуч или как тренер, это может быть, там, в вашу практику пойти. Сначала как бы, да, вот пара этих самых мыслей. Ну, то есть смысл, что это такое? Смысл — это ответ на вопрос «Зачем?» Ради чего? Вот ты там делаешь то, что ты делаешь, если мы говорим про деятельность. Мне нравится китайская версия этого вопроса, любимый мой вариант. Версия такая «Анахуа», как бы, да, «Ради чего?» Ну, вот этот вопрос, который ребром встает, как бы, да, у тебя, вот, ты знаешь, зачем вообще? Ну, я-то, я-то куда полез, я же читать не умею, да, вот эта история. Вот, но смысл — это совершенно особое, это особое качество ответа на этот вопрос «Зачем?». Смысл — это единица информации, кван-информации, да, причем там, кварк-информации, любую подбирайте, да, там, миллиграмм информации, и единица мурашек. То есть, если в формулировке смысла нет мурашек, если бабочки не летят, как бы, да, если тело не наливается такой, да, вот этим чувством неизбежности, как бы, да, вот я вижу цель, тогда не вижу препятствий. Если такая, как бы, ты густой такой, теплый, не становишься, да, если тебя не втягивает в будущее, да, если ты не чувствуешь, что ты как ветер сейчас сквозь все это пролетишь. Вот если нету откликов в теле, если смысл в теле не живет, то это пустое. Это бла-бла-бла, это капролиты, то есть окаменевшая дерьмо динозавров. Вот про что вообще, ну, работы просто много, там, федеральные все эти компании, там, Росатомы, вот, как бы, вот эти все синие, зеленые, красные логотипы, топовые команды, приходят, у людей очень жесткие условия. Ну, про что мы работаем с ними в командах? Я там делаю 50 сессий в год статистических провожу, ну, прямо вот с этими всеми мужиками и женщинами, у которых яйца не стальные, а титанами вообще. Ну, как бы, танки с бантиком, там, вот такой формат, как бы, да? Про что, в чем главная штука? Вот найти этот вопрос анахуа такой, в который вся команда реально включится, поверит, и он будет в теле жить. Вот, как бы, упал ли смысл в тело? Вот этот вот вопрос главный, да? Я хочу, тут мне пишут, хочется расстощить на цитаты, я предлагаю с вами поиграть в такую игру, я буду сейчас немножко еще разговаривать, вот так вот, да? А вы, пожалуйста, меня пуляйте обратно тем, что отзывается из того, что я говорю, какие-то, да, вот, может быть, словосчитания, чтобы был такой какой-то отклик, ладно? И, может быть, какие-то свои ассоциации, которые приходят вам, когда я это говорю, какие-то дополнительные, да, вот, ну, смыслы, вот этим бросайтесь, ладно? У нас будет такое в чате коллективное, протопленное, общее поле. Так, да. Вот. Что важно в этом, в тени смыслов? В том, что эта штука, как я понимаю сейчас, я вот точно не Копенгаген, там, да, я много где-то учился, не буду писать, но я понимаю, что, как бы, я больше, вот это самое телесное, обезьяна, больше, как бы, из такого какого-то опыта нехитрых ситуаций я исхожу в том, что делаю. Я прямо понимаю, что у каждого свое, вот, у каждого энергия смысла ощущается по-своему в теле, у каждого свои образы, у каждого свой опыт. И это крайне важно и очень круто, помочь человеку нащупать, как бы, а как это у меня? Вот что у меня, когда я чувствую контакт с сон, что это такое? Я, как бы, замираю, и полная тишина, и прямо вот это вот, вот, не спугнуть, как бы, да, вот, может быть, такое у вас? Или, может быть, у вас ощущение, как у Кастанеды? Помните, ты чувствуешь, что ты, я могу подпрыгивать выше, выше деревьев, как бы, у тебя тело, как у гориллы наполненные, мышцы все прямо налитые. Ты, как бы, идешь, ты, как это у Высоцкого, помните, а я так долго шел до пизистала, что вмятины в помосте протоптал. Ну, вот это в теле, да, сталь такая. Вот, и у каждого свое, вот, и причем у каждого по-своему происходит открытие смысла, контакт со смыслом. Вот, ты найдешь свою личную миссию, у тебя в жизни все будет хорошо, ты будешь идти в легкости, возвышенно, как бы, да, ну, вот, какие-то, да, ты вот поймешь, ради чего ты сделан, предназначение, вот, кто-то к большому счету. Мужик говорит, как бы, да, как у меня в жизни приходит на уровень смыслов. Говорит, я, говорит, понимаю, что что-то не то я делаю последний год. Как-то вообще просто радости не хватает, просто вот какой-то тупняк полный, как бы, да, вставать не хочется, морда сплющена, как бы, да, подушку, вот я в такой, так и хожу с ней целый день, вот, да, с этими следами, как бы, да, я вот прям, реально, вот я какой-то сонный, да, и накапливается чувство неудовольствия, неудовлетворенности, как бы, оно накапливается, 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 я не понимаю, откуда оно берется, как бы, что с ним делать, вообще идей никаких нет, как бы, да, Я какие-то тренеры, коуч, что-то такое. Но ничего не работает. Просто пустая вот эта самая жизнь, как серая туалетная бумага. Все это накапливается. А потом происходит контакт со смыслом. Как он происходит? В виде взрыва бытового газа на кухне. Его метафора. То есть накопилось, рвануло как бы, да? Тебя разорвало твою текущую концептуальную тюрьму. Ты вышел за пределы того, что как бы, ну, той конструкции, в которой ты жил. Ты понимаешь, ага, а смысл вот в чем, оказывается, был. Поэтому вот, ну, смыслы, это очень часто про такой, как бы, да, про... Ну, это не про солнечную легкую прогулку. Очень часто. Очень часто они в таких сложных условиях нам приходят. Через кризис очень часто. Вот это вот история, да? Такая. И поэтому то, как мы часто работаем с людьми, я прошу их вспомнить какие-то события из их жизни. Когда у них был контакт, вот с тем, ради чего они сюда пришли. Потому что когда... Ну, это называется life-changing experiences, да, опыты, которые меняют жизнь. Опыты, которые делят жизнь на до и после. И если я в себе такое знаю, если я себя такого помню, то я в текущей ситуации с большей вероятностью буду действовать из вот этого, да, из той тихой, темной, спокойной, твердой гранитно-базальтовой скалы, которая в глубине океана лежит, вот толщей в полтора километра. Вот из своего фундамента, из своей тектонической плиты я буду действовать. Я хотел бы сейчас с вами прямо с этим поработать. Я расскажу несколько историй, вот прям реальных, там, своих и про людей, что это за опыты. А вас прошу поработать в режиме параллельного мозгового штурма. Свои истории вспоминать. И можно себе в тетрадочку, можно как бы в меня ими побросать такие короткие хэштеги, да, просто вот ночь, улица, фонарь, аптека, да, вот не прямо вот как бы подробное описание, а просто хэштег, чтобы потом вы вспомнили, про что это было. Ладно? Если так комфортно будет поработать, кто хочет так поработать, пожалуйста, плюсы в чате бросишь, чтобы я понимал, что мы в целом настроены на это. Ага, вижу, что плюсы. Плюсы. Есть. Есть. Хорошо. Смотрите, вот прямо одна история моя. Может, вы ее уже слышали, я рассказывал, мне кажется, такая она прям важная. Вообще, есть такая техника, называется линия. Мы с клиентами рисуем. Знаете, попробуем с вами сейчас сделаем. Рисуйте линию. Если можно, вот так прямо линию нарисуйте на листочке. Если нет, то просто можно вот так я сейчас делаю. Мысленно вот так вот, да, ее просто рукой в воздухе нарисовать. Но если на листочке, то лучше на листочке будет рисовать. Просто прямо линия. Линия. Если нарисовали, тоже плюс все отбросил, я понимал, что мы с вами готовы. Линия. И сейчас я скажу пару слов, а вы смотрите, как меняется ваше состояние. Вот эта линия, это ваша жизнь. Вот есть начало, есть конец. Все мы сюда пришли, и все мы когда-то отсюда уйдем. Да вот, помните этот стих, когда злодеев нет вовсе на свете. Мы все просто душны, как дети. Задиры и игрушки, мы все делим игрушки, а нам пока стерят кроватки. Вот работа со смыслами глубокая, это всегда работа с конечностью жизни. С тем, вот как бы, да, что придет время уходить. Будет золотая осень, но это вопрос в том, как бы, для чего ты здесь. И это важно. Из этой перспективы, с такого уровня, как бы, да, вот отдаление видно целое. То, что Синека говорил, да, вот, чтобы правильно жить, нужно научиться правильно умирать. Смыслы про это. И, пожалуйста, поставьте точку на этой, на этой, на этой отрезке, точку, где вы сейчас. Точку поставьте. И тоже, может быть, меняет это состояние, вот, да, ничего себе, я себе там 120 лет намерил, как бы, да, вот, ну, как бы, что и где я ее ставлю. Как, что я чувствую, скорее сжатие, напряжение, страх, или прикольно, интересно, какие у меня чувства. возникают. И вот точку поставили, как бы, а дальше это наши, наши с вами четкие. Вот дальше можно на эту, на эту траекторию наносить события в прошлом, life-changing experiences, да, и какие-то ориентиры в будущем. То есть можно с ней работать, как, как вот с такой, с линией, как с моделью. Я сейчас буду говорить, а вы там прямо себе можете точки ставить, вот, на отрезке прошлого, там, где у вас были события значимые для вас, которые вас сформировали, где был контакт со смыслами. Расскажу одну свою историю. Значит, я родился в Петербурге. Вот. ЧПХ, знаете, аббревиатуру? Чистая питерская хрень. Я могу так шутить, она прям про нас, про меня, вот такая история. У меня, значит, замечательная мама, художник. и папа тоже художник. И мы жили, значит, недалеко от Маинского театра, прямо в такой, как в центре Петербурга. Я ходил в школу, в начальную, где просто были куча друзей, я хорошо учился, у меня были пятерки. Пока мама из большой любви ко мне не решила, ну, что мальчику нужно посерьезнее учиться. и в пятый класс не отдала меня в литературную школу. Литературную школу. Первая школа была на расстоянии, там, в следующем подъезде, грубо говоря, это была там, на Васильевском острове, кто знает, как бы через Монс Кляна Шмидта перейти нужно, как бы, да, и вот это была 27-я литературная школа. Училась какая-то подруга, дочка подруги мамы, которая всячески хорошо о ней отзывалась. Это были 90-е годы, я, значит, попал туда в пятый класс, и случилось несколько событий. Во-первых, я был в класс, где было четыре второгодника. Я был самый маленький по росту в классе, и я подрался первый раз, когда еще не дошел на первый звонок, еще в класс мы не вошли. И следующие три года либо я кого-то душу на перемене, либо меня кто-то душит, чаще меня. Школа, правда, была уровнем выше, поэтому я скатился с пятерок на двойки сразу же. Ну, просто вот ты лузер, как бы, да, у тебя просто вот вижу кто-то кивает. И как бы есть такое, когда ты понимаешь, что ты просто неудачный, ты тупой. У меня стало падать зрение, я с задней парты не вижу, ну, как бы, то, что написано на доске. Вот. И в этот год отключили трамваи. То есть трамваи ходили очень плохо, как бы, да, это зима Питер. И вот один такой момент, когда минус 25, минус 24 было градусно на градусе на этом самом, на термометре, я выхожу в школу, наставай сажусь, доезжаю, как бы, да, обратно я выхожу, как бы, да, и трамваи, трамваи не идут. А это идти полчаса пешком, ну, как бы, через него. Минус 24. В Питере, это, как бы, умножение на 2, это минус 50, ну, как бы, вот такая история. Причем я забыл, забыл перчатки. Кто помнит, когда перчатки ты вот так берешь, как бы, руки, да, вот это самое, с той стороны, как бы, взять это самое, да, вот рукава, чтобы просто пальцы не отмерзли. Я выхожу, жду трамвая, 10, 15, 20 минут его жду, и, а он не идет. Это вот решение, как бы, идти через мост, вот нужно идти. У меня уже болят пальцы ног, пальцы рук. Я вот такой комок боли такой, как бы, да, сжавшийся, который пытается как-то быстрее бежать, так, чтобы как-то не задувало. Лицо все уже красное, как бы, да, залива дует этот, я выхожу на Неву, там такой, да, такой, такой дует ветер залива, и вот эти клубы такого кристалликов этих вот, да, вот ледяных, такая поземка, да, залива по Неве несется, вверх по реке. Вот я этим комком боли дохожу до середины моста, Литианта Шмидта, а там, вы знаете, как бы, да, вид, это Адмиралтейство, это Исаакий, это Новая Голландия, то есть на куполах золото, ни одного, ни одного облачка на небе, как бы, да, и просто вот такой, то есть, ну, такой храм, такой, просто вот никого, идиотов нету на улице, то есть как бы пустой город, и вот эти два купола и перспектива. В голове звучит предательский голос мамы. Она говорит, хочешь быть счастливым? Будем. И вот что-то случилось в этот момент, потому что как бы я перестал чувствовать физическую боль. Я завороженный, абсолютно как бы, да, не дыша, шел дальше домой. Я не помню, как я дошел, это было вот, но я до сих пор помню это состояние, что как бы, да, вот как это вообще? И в чем смысл, да, в чем смысл этой точки? Я знаю на опыте с детства, что из ада кромешного до рая, до, ну, полного, вот, до восторга, до какого-то, ну, вот, до состояния такого, ну, контакта с чем-то большим. Ровно один шаг. Я знаю, что мир можно переключать, что внешние условия это не жесткая. Ровно одна мысль, как бы, да, от полного провала и фиаско до открытия и какого-то сумасшедшего результата внешнего. Вот черное, когда черное все, вот темная ночь, да, ты пальцем туда тыкаешь, бумагу проткнул, оттуда свет. И вот дальше всю жизнь то, что я делаю с людьми, лично, когда работаю и в компаниях, я занимаюсь вот этим. Понимаете? И для меня вот то событие, когда мне было там, сколько там, 10-11 лет, 12, может быть, вот это прямо такая очень мощная опора сегодня в деятельности. Мне все понятно, что я делаю, да, вот приходишь на сессию. Сео хочет одного, HR другого, участники третьего, собственник четвертого. Все готовы друг друга убить и съесть, и все, и у всех любимая игра убей тренера называется. Потому что, ну, как бы выгодно, ну, как бы, чтобы, он же не прав, как бы, какую-то фигню тут делает. Вот. И в этой ситуации я прямо понимаю, что все будет нормально. Чувствуете, чувствуете в теле, да, что происходит? Вот, ну, это же, вот, вот у каждого есть какой-то такой свой ход, какое-то, вот, какое-то такое свое движение воина, да, которое проявилось много раз за жизнь. Работаю с мужиком с одним. Если свои истории приходят прямо, да, себе фиксируйте словечки, потому что сейчас, ну, как бы, важно, чтобы оно твердое, из газообразного в твердое переходило, чтобы потом вспомнили, что было. Вот. Работаю с мужиком по скайпу, так как мы сейчас с вами сидим. У него, он работает в банке в крупном, у него какое-то сложное назначение. Вот там повысили, регион большой, и он говорит, Филипп, мне нужно общаться с небожителями, ну, вот этим небожителем, которые где-то там, вот он так прямо, да, вот они там, такие прямо все, вот такие. А я просто, говорит, каменею. Как бы я, это самое, я вот, я какие-то странные тексты выдаю вообще, непонятно откуда. То есть я не могу, я зажимаюсь как бы весь, да, вот я прям такой. Вот, а нужно как бы, ну, в эту новую роль входить. И вот как это сделать? Вот мы с ним обсуждаем, там, да, в чайной сессии, что вот там, я тут такой маленький, как бы они вот там такие большие, как бы, да. Вот, и как это, ну, вот, за счет чего можно это преодолеть? Я говорю, слушай, а где у тебя в жизни были опыты, ну, в которых точно есть эта вот опора, которая могла бы здесь помочь, в этой ситуации? Он говорит, слушай, у меня такой, у меня такой дедушка. Я говорю, что с ним? Он говорит, а дедушка очень маленького роста, и он механизатор. Ну, как бы он вот механик в совхозе, грубо говоря, вот, очень позиция такая, да, сомнительная по статусу внешнему. Он просто вот механик. У него все, все трое внуков, они руководители предприятий. Там два завода, и вот я. Когда мы к дедушке приезжаем в гости, и он заходит в комнату, все разговаривают шепотом. Ну, то есть фигурально, да, очень уважительно. И дедушку все вот в этой вот деревне, все его тоже уважают. Почему? Потому что, говорит, пока до Берлина дошли, дедушка пять раз в танке горел. пять раз оттуда доставал себя, своих там, да, вот, друзей, и они дошли до Берлина. Когда он говорит, видите, у меня слезы, да, у него слезы, и он понимает, ну, какие там корпоративные дрязги, ну, как бы вообще о чем это? У меня из рода вот такое идет. я там с дедушкой пять раз в танке горел. Понимаете? Вот для очень многих источником вот этой вот такой, такого телесного глубокого смысла являются точки вот не на этом отрезке. Точки за пределами. Ну, когда, мы когда с Варькой, с женой ездили по штатам, там, Санта-Фе, вот смотрели как бы разные такие культуры, культуры индейские, ну, общались с разными людьми, там, один из них такой, который шаманом не называется, но как бы все понятно, вот так человек мигает, да, как в этом, как в Man in Black, помните эту историю, когда такой он совсем другой. Он говорит, что вы другому думаете про то, кто вы. Вам кажется, что вы человек как бы такой отдельный какое-то вот существо. Говорит, я, это текущая версия моего рода. То есть я чувствую вот этот поток энергии рода, там мои бабушки, дедушки, да, вот я прямо понимаю, что я это текущее проявление этого большего целого. И вот когда ты чувствуешь, что у тебя из прошлого оттуда идет поддержка, тепло, вот как бы, люди, ты здесь потому, что люди как бы, да, себя сюда, ты поток света, который оттуда идет. Вот это вот состояние, когда люди управляют. управляют. Это вот сейчас говорят такие вещи, какие-то, какие-то эзотерические как бы на грани чего-то такого. Но вот поверьте, что когда ты с ними глубоко работаешь, они все про это. Они все про то, что как бы, да, вот про что-то такое как бы нелинейное. И, возможно, сейчас вам рассказываю, вам приходят какие-то истории из вашего рода, из вашего прошлого, от бабушек, от дедушек, в которых запакована эта сила, в которых она есть. К чему все это говорю? Что очень важно эти события из прошлого а помнить быть с ними ВКонтакте, потому что они камертон. Потому что они камертон. Потому что когда ты выбираешь, куда тебе дальше идти, вот оставаться на этой работе или выходить, быть в этих отношениях или нет, да, вот как бы что ты сейчас делаешь? Ты кирпичи кладешь или храм строишь? Знаете, про авиацию прикольная история, когда известная, потому что там то ли спорят ученые, как бы, да, то ли это в НАСА, то ли это у нас, в Королево там, да, бабушка моет КБ Королево пол, ее спрашивают, что вы здесь делаете? Она говорит, как что, мы строим ракеты. Ну, вот эта история. Мне текущую версию рассказали. Одна коллега говорит вчера, что у меня бабушка говорит, бабушка работает в аэродроме уборщицей. Она старенькая уже, и тяжело мыть, ну, такие площади. И говорят, слушай, уже иди ты, давай на пенсию. Она говорит, я не готова уйти из авиации. Когда, да, чувствует себя в контакте с чем-то таким большим. Вот, короче, я так сейчас путанно, может быть, говорю, да, но смысл в чем? В том, что если вы вот эти вот пиковые опыты контакта со смыслом в себе знаете, вот какая у вас нота звучит, как это проявляется телесно, что вы чувствуете, что, что с плечами, как бы, да, вот как они расправляются, или вот как у вас это происходит, то у вас есть шанс решения в жизни дальше принимать из контакта с этим и вот, ну, энергии, смысл питаться. Если можно, сейчас коротко попрошу вас в чат забросить буквально по паре слов, какие истории вам приходят. Если можно, вот прям вот просто пару слов напишите, про что ваша история. Я сейчас из видео уйду и пойду в чат и коротко просто почитаю то, что вы пишете, ладно, буквально минут три, прямо вот, как бы, да, какая-то своя история. Можно просто заголовок истории не расписывать подробно, да, буквально пару слов. Если можно, давайте напишем, чтобы вы свое тоже в это поле внесли. Если можно, напишите. Я такие жесткие истории рассказывал, вот, а очень часто, ну, какие-то очень светлые вещи люди говорят. У кого-то это вот ребенок родился у женщины, она на него посмотрела и говорит, понимаешь, что это я, вот, ну, вот этот контакт такой первый на всю жизнь потом. Она такая мягкая и теплая и на этом все делается. Такая любовь вот воплощенная. В этом ее какая-то миссия вот так строится. Почитаю чат. Ни одна и такой опыт, в природе, это же людей, у которых была семья, есть другие опыты. Правда. Поддержка рода мощная, от поиска дома к сегодняшнему дню. Тепло. Дед-пастух, поле, тишина, гармония. 15,5 тысяч участников на международной конференции по Бодименту. Вечер, дождь, неделю. Безнадежности, я узнаю, что есть в Бодимент. Можно посмотреть более древнюю родню и опереться на их опыты. Это гены, а не эзотерика. Так что все вполне научно. Вопрос, что мы сами кто лидерам в какую свою часть и на чем она выстроена? На жестоколадчинных прадьбах или на дюшке войне? Точно. Во всех случаях смысл, ценность, лежащие за пределами индивидуального бытия. Мой отец тоже прежде всего в космонавтике работал по Ролёвам. Было все плохо, единственное место, где тайно от детей можно плакать, туалет, плачу, физически чувствую в центре счастья, независимо от чего-то. Моя история. Мне 8 лет, и я собираюсь на лыжах перейти в бухту, чтобы взять высоту 10 километров в одну сторону, 10 километров обратно в ночи. Не, ну нельзя же так утро со слезами начинать, я тут покорю. Коллеги, спасибо, что пишете и как пишете. Вот я искренне верю, что эта тема смысла, она не про 12 лет занимаюсь темой счастья, счастья в деятельности, ну и в жизни вообще. Что понял за 12 лет? Что счастье это не про позитивные эмоции. Это не про улыбаться, не про эйфория, не про я постоянно на десятку, как бы да, вот все шикарно. Это про быть настоящим. Это про контакт с собой. Это когда мне грустно, мне грустно. вот счастье это состояние, можно быть счастливым и быть грустным. Вот если если есть с этим контакт, то можно свою жизнь дальше выстраивать, ну как бы не то, чтобы выстраивать, такой глагол выстраивать, настраивать, простраивать какой-то архитектурный больше, а скорее эти точечные опыты можно в виде камертона иметь, чтобы дальше прокладывать дорожку вперед в будущее. и вот, наверное, если так резюмировать эту часть, как бы того, что мы сейчас обсудили, да, коротко резюмирую, что смысл это ответ на вопрос зачем, который дает энергию жить, да, в котором есть мурашки. смысл это постоянная, постоянная, постоянная работа над собой, это путешествие длиной в жизнь, невозможно ехать на старых смыслах, нужно постоянно их в себе заново открывать, вот, и прошлые опыты, контакты с этим, они могут помочь как бы тем, что ты соприкасаешься с этим качеством опыта. Есть концепция, которая мне больше нравится, когда мы смотрим в будущее от этой нашей точки, да, от нашей точки, когда мы проводим какой-то вот отрезок вперед. Есть способы работы, которые я часто использую, работая с людьми, которые тоже хочется сейчас с вами как-то вот немножко попроживать, сюда вот сделать работу. Одна история это про миссию, это то, для чего ты здесь, на этой планете. Вот. И очень часто этой штукой людей придавливает. То есть, как бы, найди свою личную миссию. Просто как бы, ну вообще, триндец. Для чего я сюда пришел, как бы. И человек загружается в это, как бы, на это очень тяжело. И, ну вот, есть такое мнение, что личная миссия, она как-то открывается после 45, после кризиса, да, вот этого серийной жизни. Там, как правило, человек выходит в это поле. До этого это какие-то гипотезы, как бы, устойчиво в контакте с ней живут старейшины. Вот, может, вы знаете, если сейчас знаете, кивните головой в чате, плюс поставьте. Вот, вы знаете людей, которые живут из смысла за пределами своей жизни. Я таких знаю, когда человек не для себя, не свои цели, не я, не мне, не мое, не компания, как бы, да, а все, что он делает, он делает, как бы, для будущих поколений. Это прямо реально видно в его логике. Ну, это так, он делает для внуков, для детей, для будущего. Вот, такие люди. Если знаете, плюс поставьте. Вот, для меня эти люди, они находятся там в миссии души, как бы, да, это люди, которые вот в этом слое. Вот. До этого момента это какие-то такие, ну, для меня очень важные, но все же на салфетке прикидки такие, да, вот, версия на салфетке, текущая версия миссии такая. Ее очень важно иметь, с ней очень важно работать, но это может быть, это может быть очень большая, большая растяжка. Поэтому мне нравится концепция эволюционной цели или эволюционного предназначения, которая говорит следующее, что, как бы, вот, фокус на вопрос такой, учитывая твои текущие ресурсы, способности, твою ситуацию, твое окружение. Какой самый большой подарок от тебя хочет получить жизнь на горизонте 2-3 года? Вот как ты есть сейчас, да, вот, текущее твое положение, у тебя семья, дети, ты один, ты, вот, мастер в чем-то, как бы, только входишь в профессию, у тебя есть своя компания, у тебя, как бы, у тебя, вот, Николай Недвора, ну, вот, в твоей текущей ситуации, что от тебя хочет жизнь на глубоком уровне, ближайшие 2-3 года? Вот тут очень, сходится несколько очень важных вещей. Во-первых, тут Аристотель к нам пришел. Заметили Аристотеля? Кто заметил здесь Аристотеля? Поднимите руку, пожалуйста. Шучу немножко, но он прямо тут, потому что, ну, вот, знаете все эти его истории про то, в чем предназначение человека? Это причинение двух таких, причинение двух, двух множеств. Это, как бы, таланты человека, твои способности, ресурсы, как бы, ключевые таланты и потребности мира. Вот на пересечении предназначения, когда мы говорим, учитывая ситуацию, что хочет получить жизнь, это вот сюда, вот это мы к нему присоединяемся. Вот. Здесь у нас Виктор Франкл. Заметили Франкла тут? Да, вот он прямо тут с нами сейчас тоже подошел, потому что его, его тема, да, что мы такие, типа, ну и какой вообще в этом всем смысл? Смоленную ситуацию, да? А он говорит, что нет, Франкл — это вопрос жизни, обращенный к нам. Дружок, вот тебе карта, а теперь ты скажи, какой ты в этом смысл найдешь? В этом смысле, да, вот этот вопрос, какой подарок хочешь получить жизнь? он это пробуждает. Видно, что Франкл отозвал у всех, он тут. Оса страшная, но, сказать, тут как бы и Саймон Сайнок есть. Знаете, старт что посмотрите видео на ТЭДе 17 минут всего и книжка есть, называется «Начни с вопроса почему». Там очень алгоритмично и мощно про то, как работать со смыслами в компании, если это интересно для вас. Ну там, и там и лично тоже до костей пробирает. Я так про попсу говорю, честно говоря, зря, это на самом деле глубокий мастер очень. Саймон Сайнок. Кто заметил здесь Лалу, Фредерика Лалу в этой истории? Есть такие? Поднимите руку. Если заметили. Как бы, да, по сути, это фрейм, спиральная динамика, если знаете, это желтый уровень, модель вертикального развития, это уровень стратега. Тогда как бы ты перестаешь себя воспринимать как точку, как я сижу на острове имени меня, я не хочу имейл. Я хочу имейл, да? Все, я-я-я, мне-мне-мне для меня. Все мое. Вот эта вот история. Вот очень прикольно, Кен Лупп это говорит, что мы ругаемся, как бы, что у человека большое эго. Нет, у него маленькое эго. Все его эго отразвислено с ним самим. Нужно увеличить свое эго с экосистемой, что как бы я, это не маленький я, Филипп, а это часть моего рода, это часть моей компании, часть, часть города, часть страны, как бы, да, что я это, вот метафору, вдумайтесь, я это та живая вода, которую просит, которую ждет растрескавшаяся земля пустыни. Вот где мои таланты, способности, моя энергия могла бы быть живой водой для потребностей других людей. И вот тут написали, Лалу, это автор книги «Открывая организации будущего». Это, ну, одна из, я считаю, что такая важная книга прямо про то, как бы, куда идет человеко-центрированный бизнес, вот такой со смыслом и человеческим лицом. И вот здесь же в этой истории замечательный Джордж Пор, он основатель сообщества Enlivening Edge в Европе, которая занимается компаниями будущего. И он говорит, что «Think how you can serve and be intimately in contact with». Подумай, как ты можешь служить потребностям, которыми ты можешь быть в интимном контакте. Вот, интимном контакте. Не, сейчас я пойду, как бы, да, китов спасать, пластик на планете убирать. Ну, честно, для меня, вот сейчас, для Филиппа, да, это прикольная штука. Я головой понимаю, но я в теле этого не чувствую. Нет интимного контакта с этим. Я китов телом не чувствую. Как бы, а есть то, от чего меня будоражит, от чего меня колбасит. Я сейчас расскажу, а вы пока рассказываю, ладно, истории. Подумайте, от чего нас колбасит. Как бы, от чего, где вы чувствуете, что вы, это та самая вода для земли и пустыни. Где ваш талант кому-то нужен. я дам пару примеров, а вы свои истории попробуйте, чтобы они, как это может сформулироваться, придут. Я в Сколково преподаю, и мы летим в Казахстан делать там, ну вот, выступления. Я сижу, ну там, тоже говорю про смыслы, я сижу с одним из, значит, студентов на соседнем сидении в самолете. И он мне сломал всю презентацию. Ну, я как бы не смог выйти с тем, что я хотел рассказывать. Почему? Он говорит, Филипп, вот там, мне там 45. Ну, 43, по-моему, было. Вот. И говорит, у меня в бизнесе все в порядке. Говорит, я думаю экосистемами, я такой технарь, я понимаю, где в моем рынке есть разрывы цепочек ценности, я нахожу эти разрывы, говорит, я ставлю станочек, у меня производство, как бы, да, ставлю станок, он делает все самые детали, какие-то изделия, которые разрывы закрывают, каждый станок зарабатывает 1, 2, 3 миллиона рублей в месяц. Я просто вот, как бы, творчески, инженерно кайфую, как бы, да, нанимаю понемножку рабочих, как бы, да, и вот у меня там компания, которая разрастается, и такая, как бы, режим, я там, творческая, прикольная игра, инженерная, для меня интересная, и неограниченная для меня финансия. Говорит, я там яхты себе не покупаю, у меня все в порядке, как бы, да, ну, мне хватает на жизнь. Говорит, но в семье жесть, с женой чужие люди, контакта вообще нет никакого, и жить не хочется. Непонятно, зачем. Вот от этого меня колбасит. От того, что очень сильные люди, которые могут делать, в том числе и для китов, да, для планеты много чего, у которых компетенции, навыки есть, да, у которых энергия для этого есть. Они выстраивают свою жизнь так, что попадают в эти вот ловушки, в эти тупики, и в них на годы застревают, делая херню, в которую не верят. Вот мне, что я могу здесь сделать, да, то, что у меня получается сделать, с такими людьми быть в контакте, помогая им найти смысл и более высокого порядка. Я вижу, на такой тоненькой ниточке внутренней держатся большие-большие компании, бизнесы, большие дела. На чем все это висит? И вот то, где мне очень важно быть, это помогать, как бы, да, чтобы человек вот как-то протек, пророс, прошел дальше. Для себя новый смысл нашел. И вот как бы, да, от предыдущего узкого представления больше я перешел. Вот у меня эта история вот про это. Отзывается, коллеги, у вас? Чувствуете, про что говорю? Есть еще простая фраза, вот которую прошу вас продолжить. Это тоже более простая версия, вот предыдущие, да, формулы. Учитывая все текущие способности, таланты, ситуацию, возможности, какой подарок у меня хочет получить мир в ближайшие 2-3 года. простая версия, я здесь чтобы. Я здесь чтобы. Положить предложение. Я здесь чтобы что? Я обожаю, знаете, как бы, ну, поскольку вот я еще раз буду ссылаться на то, что из подстрочника твоего выступления Филипп, мы не сильно много поймем, верю в мудрость своей жены. Вот, я про простые инструменты больше, про простые штуки. Я, как бы, сложные, меня расстраивают. Я, как бы, теряю их, ломаю, вот такое. Я верю, что инструмент это саперная лопатка. Очень простой должен быть. Вот, если озаботиться вопросом, какой у меня смысл в жизни, то он может просто раздавить, как бы, да, и, ну, прямо ты в депрессию уйдешь. Я верю в одно действие простое. У кого телефон есть, в руке, скажите мне телефончик, возьмите телефон. Если вы не в телефоне смотрите, то телефон это важная штука. Вот в телефоне нужно сделать в оверноуте заметочку. Я здесь, чтобы написать и в ней начать собирать семечки. Вот, да, как бы по копеечке, по зернышку, по семечку. Вот прямо, прямо, в течение, может быть, недельки, двух, трех месяцев. Это моя копилка, куда я, как собака, сахарные косточки, как бы, да, стаскиваю, как сорока блестящий, какие-то, предметы. Стаскиваю то, от чего у меня есть ощущение, это мое, это оно. Оно дзынькает, да, вот, Полунин. Оно мурлычет. Вот такие ответы на вопрос «я здесь что бы?» Собираешь копилочку и периодически читаешь. Как это, помните, у грешковца мелочь, настроение-то улучшилось, да, вот, когда ты знаешь, у тебя в копилке там есть что-то вот собранное. Помните, когда в детстве, в детстве, когда кто в секретике играл, когда ты берешь цветочек, как бы, да, там, какой-нибудь там листочек, сворачиваешь, стеклышком накрываешь и землей, как бы, да, закапываешь, потом друзей своих приводишь и говоришь «копай здесь». Он как бы раскрывает, а там такая красота. Помните эту историю? Вот я верю, что большие, большие перемены, большие открытия, большие достижения, радикальные скачки в качестве жизни. Это не про натужный и сложный личностный рост. Я работаю над собой уже много лет. Вот как бы, да, вот этим часто пахнет от, как бы, да, от того, что порождает потом капролиты. У меня есть любимая женщина, одна из таких вот, да, учителей. Ее зовут Норман Акай Бертон. Она чем интересна? Она доктор психологии в двух университетах США и шаман племени Наваха одновременно. Вот такая тетинка. Вот. И она говорит в самые моменты глубокой работы, когда происходит такое, что потом жизнь человека изменится от этого, ну вот, траектория радикально по-другому. Она говорит такую фразу, которую я обожаю. It's only a child's play. Это все вот про эту детскую игру, про этот вот секретик, про этот маленький цветочек, одуванчик желтый, который под этим стеклом бутылочным зеленым зарыт. Я очень верю, что вот эта вот маленькая практика сбора значимых смыслов в копилочку, она очень хороша для разных логик действия. Кто вот знает, там, да, историю с достигателем, с индивидуалистом, с стратегом. Вот для достигателя это шанс к душе прикоснуться, как бы, за гонкой, за достижениями увидеть что-то живое, настоящее. А для индивидуалиста, которого колбасит, который, как бы, в переживаниях, в ощущениях, сегодня я вот здесь, а я тут, это шанс как бы собрать концепт, как бы, да, слова перевести, стержень выстроить. Поэтому я вот, ну, как бы, сюда сейчас зову еще Уилбера, тоже нашего, отца нашего, Вильяма Шекспира, Кена Уилбера, вот очень простая штука «Я здесь, что бы». Но если ты просто вот там перед сном, как бы, да, вот ты тратишь минуту, чтобы, как бы, туда зайти и вот написать пару слов «Я здесь, что бы». То, знаешь, что происходит? По-другому жизнь выстраивается, потому что, как бы, ты просыпаешься, там, да, как бы, вот, ну, едешь на машине, кто-то подрезает и «А у тебя в файлике там написано «Я здесь, что бы». Да, я, допустим, я, там, моя версия текущая миссия – это соединять с собой, да, вот, с собой соединяться и людей с собой соединять. И вот ты было уже, как бы, матом заорал, вроде бы, да, вот этот крик уже поднимается, как бы, да, от диафрагмы вверх. Такой раз и, ну, и расслабилось, как-то все само потекло по-другому, да? Как бы, эта штука, она очень, вы заметите, как это начинает в жизни работать. Эти символы, да, вот, как это в словах есть, как бы, слова имеют силу, а имена имеют власть. Если ты называешь нечто, ты контур обводишь вокруг, как бы, да, чего-то, мандала, получается, да, то ты реально создаешь некий объект внутри. Вот такая история. Я вижу, что у меня еще есть пять минут всего, да, пять минут. Я хочу рассказать про то, почему Пифия жарит блинчики и про Илона Маска расскажу. Насколько телесные смыслы, насколько телесные образы будущего и насколько большое кроется в маленьком. мы с коллегами последние 12 лет занимаемся вот этой темой счастья в деятельности. У меня там прямо команда, психологов, мы вместе делаем программу про это, это такая личная траектория, работаем лично с людьми и собираем вот такие значимые интересные примеры. Сначала такой мужской будет, про Илона Маска историю, а потом женский про Пифию расскажу вам и блинчики. Вот кто круче, Илона Маска или Пифия, давайте посмотрим, хотя самый просто странный, кто круче. что отзовется. Работаю с мужиком, у него цель сделать x8, бизнес умножить на 8 раз. Он ко мне приходит и он вот такой, Филипп, у меня задача значит за 3 года, за 5 лет 8 раз. Видите, что происходит с человеком? Он как бы пришел как на плаху. Согласны? Ну, прям как бы он принес себя и вот как бы озвучивает мне эту цель. Я говорю, слушай, что ты чувствуешь по отношению к этой цели? Говорит, ну я чувствую что, что я в предыдущие 5 лет в 2 раза вырос, я чуть не сдох, я семьи не видел. У меня цель как бы в голове есть x8 сделать, но я не понимаю, что я должен себе руку отрезать, чтобы это сделать. Ну как бы, да, вот легкие, что как бы, да, вот себя в аренду уже как бы сдать как бы навсегда в эту компанию. И он говорит, и как бы он такой, он вот такой вот маленький, а его цель вот такая там большая наверху. Вот он маленький, телесно, да, а x8 это очень большое что-то. И вот Илон Маск, что он говорит? Вот посмотрите, прямо его видос на третий есть. Он говорит, что коллеги, Земля, это маленький, вот так показывает руками, это маленький зелено-голубой шар. Он говорит, если мы, как человечество, показывает вот так вот, отсюда не выйдем, человечество, отсюда не выйдем, да, вот такой масштаб у него. Он говорит, нам всем крышка. Он говорит, поэтому я свою пенсию пройду на Марсе. Вот человек картину мира обозначил в трех фразах и одном образе. И вы понимаете, коллеги, что для него после этого Тесла и SpaceX, да, это маленькие проекты, это, ну, это задачки, это даже как бы, это даже не цели, это задачки маленькие. Потому что он в другом масштабе вообще находится. Поэтому масштаб достижений, масштаб дела равен масштабу личности. Масштаб личности это очень интересная штука. Что в вас помещается? В вас отрасль помещается? У меня такой есть хороший тоже коллега, он в медицинской отрасли, он говорит, что, Филипп, ну, медицинская отрасль маленькая, она вот такая, говорит, не очень инновационная, в нее все интересное извне приходит, так показывает. Вот, ну и про Пифию, медицинская, отрасль? Вот, про Пифию, он, у него уже, он занимается зубами, вот, ну, зубоврачебная отрасль. Вот, про Пифию, коротко, есть, одна минута буквально, есть женщина, у нее в управлении компания 20 тысяч человек. Заводы по всей стране построены мужиками, из которых можно гвозди делать, они из Гринфилда строят, как бы, за миллиард долларов комбинаты. Она ими просто вот так вот одной рукой рулит, вот, и у нее при этом здоровая семья. Вот, это, например, она действительно там и в профессии, и вот, ну, она прям теплая, настоящая, вот, как бы, не в режиме стальные яйца живет. Она говорит ее фразой, говорит, я не знаю, когда я делаю больше пользы для компании, когда я больше работаю на стратегии. Когда я, мы поехали в Дубаи на три дня, как бы, с Маккинзи думать про большое, или, говорит, когда я по субботам, у меня традиция, стою раньше всех и в темноте жарю себе блинчики. вот в этом для меня красота. В простых, маленьких, жизненных, телесных опытах в обыденном, да, в обыденном есть духовное, огромное и масштабное. Вот на этой ноте хочу завершить, сказать спасибо. Спасибо огромное, очень вдохновляющее действительно начало дня, такая первая сессия про то, что может нас, потому что, ну вот мы тоже все время спрашиваем людей, которые здесь на конференции, мы спрашиваем, зачем вы с ней, чтобы что, ради чего, ради чего вы тратите свое время, силы, внимание, гигабайты трафика и так далее. Поэтому спасибо, вот очень откликается твое выступление, спасибо тебе за него. Я вернусь к тебе за, как сказать, последние топ-типс и пока сделаю наши традиционные объявления. Я напоминаю, что в 11.00 у нас начнется следующая сессия и это сессия из трека «Голос», и голосовые вербальные практики и проводить ее будет Song Park, известный телесный мастер. Сессия называется «Практики звучания для оздоровления и саморазвития. Приходите, позвучать, и может быть, он вас тоже, как и некоторых буддийских монахов, научит правильно извлекать звук Ом». Если повезет. Значит, сейчас в чате появляются ссылки на эту, на то место, где мы сейчас запуталась, сори, ссылки на ресурсы Филиппа, Инстаграм, сайт, подписывайтесь, категорически рекомендую, я сама уже много лет подписана на рассылки и на Инстаграм Филиппа, очень интересный материал. Также по поводу этой сессии и всех предыдущих и последующих сессий записи можно найти на нашем сайте. Если у вас что-то не получается, вы не видите запись, просто обновите сайт и у вас получатся ссылки. И я напоминаю, что до 26 февраля все записи можно смотреть на этом сайте бесплатно. При этом вы уже поняли, какой объем материала у нас и какое количество прекрасных спикеров из полезных сессий, поэтому мы призываем вас при возможности покупать записи, тем более, что покупая записи вы помогаете не только нам как организаторам этой конференции, но и проекту «Такие дела». Я думаю, вы знаете этот проект, он помогает большому количеству благотворительных фондов и проектов. Мы перечисляем 5% от доходов с этой конференции этому проекту. Подписывайтесь на наши социальные сети «Фейсбук», «Инстаграм» у нас «Огнанный Инстаграм» и большие обсуждения в «Фейсбуке». Оставайтесь с нами и у нас много вопросов и предложений и я, Филип, возвращаюсь сейчас к вам. Топ-типс, какую-то фразу, какое-то предложение, какая-то рекомендация, какое-то резюме в завершении. сила в корнях куполов. В событиях прошлого скрыта огромная сила. Важно быть с ней в контакте, важно помнить, кто ты, откуда пришел. Это можно сделать, взяв линию, поставив точку и посмотрев в отрезок, что было до. и сила в дистальном видении, в способности конструировать образы будущего, которые приходят из глубины, из большого, расширенного до экосистемы эго. И ответ на вопрос «Я здесь что бы?» собирает в себя всех этих замечательных людей, Аристотеля, Франкла, Саймона Сайнака, Лалу, все они там. Я здесь чтобы. Маленькая заметочка. Давайте вместе тихонько починять наш примус. Филип, спасибо огромное. Спасибо, на этом мы завершаем эту сессию. и и